Вернемся к прямому включению. Из Уральска с нами на прямой связи Альбина Кумаргалиева. Там проходит ярмарка-вакансия. Альбина, вам слово. Еще раз приветствую, Диана. Ярмарку открыли ровно в 10 утра. Продлится она до обеда, до часу дня. Разместили площадку в центре города, в стенах Русского драматического театра имени Островского. Как видно, в первый час работы здесь большой наплыв молодежи. Соискатели здесь могут лично пообщаться с работодателями, а также получить необходимую информацию об имеющихся вакансиях. Вакансии, к слову, предлагают здесь свыше 40 организаций. Это и государственные учреждения, и частные компании. Ну, а какие самые востребованные специальности на сегодняшний день нам расскажут организаторы ярмарки. Рядом со мной сейчас находится Сабаржан Сагетдула, менеджер по проектам. Здравствуйте, Сабаржан. Расскажите, пожалуйста, каких у нас не хватает специалистов в регионе? Здравствуйте, добрый день. Сейчас, на данный момент, в нашем регионе не хватает специалистов в области педагогики, еще в области медицины, и не хватает специалистов в области технических специальностей. То есть, сельское хозяйство, комбайнеры, трактористы и так далее. Вот таких специалистов в нашем регионе не хватает. Скажите, какая основная проблема с трудоустройством молодежи на сегодняшний день? Одной из основных проблем трудоустройства молодежи является то, что работодатель требует стаж, а также опыт работы. Но решение этих проблем у нашего государства есть. Помимо этих работодателей, есть разные государственные программы, которые можно трудоустроить молодежь. Одна из этих программ – это молодежная практика. После окончания учебного заведения разных колледжей и технических специальностей, молодежь может трудоустроиться с помощью этой программы в государственных учреждениях и разных различных учреждениях. А сколько вообще ярмарок провели с начала года? И вообще дают ли они результат? По данным карьерного центра, с начала года в общей сложности в нашей области проведено более 20 ярмарок вакансии. И вовлечено более 5 тысяч молодежи. И трудоустроились на работу, на постоянную основу на работу 1300 и больше молодежи. Хорошо, спасибо за информацию. Ну а я добавлю, действительно, как рассказал спикер, сегодня в регионе не хватает педагогов и медицинских специалистов. Только к управлению образования сегодня представило более, свыше 200 вакансий. Отмечу, что в этом году высшие технические учебные заведения закончили 6 тысяч студентов. Ну а сколько человек найдут работу по результатам этой ярмарки, пока неизвестно. Мы расскажем вам об этом в следующих выпусках новостей. Диана. Спасибо, Альбина, пожелаем удачи нашим молодым специалистам. Альбина Кумар-Галиева на прямой связи была с нами из Уральска.